Хэппи бёздэй утюг! Сегодня этот бытовой прибор празднует шестивековой праздник. Однако даже у такого древнего помощника человека есть свои истоки. Прародителем всех утюгов у нас это был рубель. Интересными знаниями специалист музея Галина Исаулова чуть ли не ежедневно делится со школьниками. Говорит, любит свою работу за возможность рассказывать неизвестное о знакомых вещах. На круглую скалку накручивали бельё и на столе такими движениями катали, нитки распрямлялись и тем самым бельё разглаживалось. Таким предметом одну вещь можно погладить только за полчаса. И это минимум. Настоящую экономию времени принёс старый добрый чугунный утюг. Весят былое чудо техники не меньше пяти килограммов, но зато гладит по тем меркам. Люба дорого посмотреть. В 17 веке утюжный прогресс шагнул далеко вперёд. Вслед за чугунным утюгом появился угольный. По сравнению со своим прародителем он заметно поубавил в весе. Всего два с половиной килограмма. Всё бы хорошо, вот только угольный дым, выходивший через отверстие, шёл хозяйкам прямо в лицо. Так и угореть не мудрено. Придумав специальный дымоотвод, изобретатели спали спокойно примерно 200 лет. Тёк-тёк-тёк-тёк. Разгорелся наш утюг. Начало 18 века подарила модницам уменьшенные модели утюгов. Ими разглаживали манжеты, тонкое кружево и перчатки. Затем поспешил появиться газовый прибор. Но воспользоваться новинкой русские женщины не смогли. И, как выяснилось, к лучшему. Частенько бытовые приборы взрывались в руках европейских домохозяек. Немного погодя, в купеческих лавках стали появляться спиртовые утюги. Оценить его прелесть россиянкам тоже не пришлось. Не позволяли мужики спирт переводить. Да и стоил он по тем меркам немало – один рубль. За эти деньги можно было купить три овчиных тулупа. Потом тебе подавай стиральную машину. Да нет, нет. Раньше в семьях было по два утюга. Пока один гладит, другой греется в печи. Так быстрее и подручнее считали хозяйки. Все изменилось с появлением электричества. Легкие современные утюги заметно облегчают глажку. Однако в современных семьях очередь из желающих погладить не выстраивается.